друзья всем привет с вами виктория и канал кулинарием и сегодня мы приготовим вместе шоколадный бисквит я готовила этот бисквит для торта ссылочку на рецепт торта я вам оставлю в описании под видео также вы ее увидите в подсказках заходите смотрите подписывайтесь ну а мы приступаем для приготовления бисквита нам понадобятся сахар яйца какао молоко растительное масло мука крахмал разрыхлитель сода щепотка соли ваниль или экстракт ванили полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео в миску выбиваем 3 яйца к яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара взбиваем миксером в белую пышную массу масса должна побелеть и увеличится в 2-3 раза вот этого будет достаточно добавляем сюда 2 чайные ложки экстракта ванили и 80 миллилитров растительного масла без запаха растительное масло можно заменить растопленным сливочным и еще раз недолго перемешиваем миксером слегка подогреваем 180 миллилитров молока в микроволновой печи 100 грамм крахмала добавляем в 150 грамм муки все хорошо тщательно перемешиваем ложкой сюда же добавляем полторы чайные ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соды и еще раз хорошо перемешиваем и теперь постепенно начинаем просеивать сухие ингредиенты в ранее замешанную массу и добавляем половину молока все тщательно перемешиваем миксером и снова добавляем оставшуюся половину муки и оставшееся молоко просеиваем 50 грамм темного какао какао обязательно берите не сладкий хорошего качества и все аккуратно перемешиваем миксером до полной однородности чтобы не осталось никаких комочков вот такая консистенция должна получиться у теста посмотрите она стекает ленточкой с лопатки подготавливаем формочку у меня форма диаметром 24 сантиметра форма у меня разъемная я ее смазываю сливочным маслом выливаем тесто в форму форму немного пристукиваем чтобы вышел лишний воздух и отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 35 45 минут чтобы тесто не подгорало сверху его можно накрыть фольгой либо пергаментной бумагой готовность пирога проверяем деревянной шпажкой на выходе она должна быть сухая даем бисквиту немного остыть и затем извлекаем его из формы для того чтобы было легче разрезать бисквит я ему даю отлежаться в течение нескольких часов затем разворачиваю и с помощью ножа и нитки сначала убираю шапочку и затем разрезаю бисквит на три равных коржа коржи получаются очень красивые ровные с приятным шоколадным цветом и вкусом такие шоколадные бисквиты прекрасно подходят для любых шоколадных тортов получилось очень очень вкусно приготовьте и попробуйте и вы всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк как всегда пишите мне ваши отзывы и комментарии всего вам самого доброго и до новых встреч с вами была виктория